Непризнание Израилем геноцида армян – это одна из позорнейших страниц в истории Израиля и в политической истории Израиля, за которой нам еще будет ужасно стидно. Наши политики убеждают нас, что политика – это искусство реального, что мы не можем признавать сегодня геноцид, потому что у нас сразу же испортится отношение, еще больше испортится отношение с турками и испортится отношение с Азербайджаном и так далее. Наверное, в какой-то мере это так, но я считаю, что политика, когда под ней нет нравственной основы, рано или поздно ведет к саморазрушению нации, к саморазрушению того, кто делает политику без нравственной основы. От тех выгод, которые мы якобы сиюминутно приобретаем, на самом деле в исторической перспективе мы потеряем значительно больше, потому что мы де-факто сообщаем и туркам, и азербайджанцам о том, что мы фактически готовы подчинить наши нравственные, моральные и вообще человеческие принципы сиюминутным выгодам якобы какой-то дружбы. А если завтра эти потенциальные наши союзники, Турция, которая тот еще союзник, да, и азербайджан, вдруг другая шлия под хвост попадет, и мы опять взлесим эту выгоду и будем отказываться от нарушать другие свои моральные принципы в угоду какой-то выгоде, да. Это дорога, которая ведет в ад. Мы раз за разом подчиняясь такому давлению и как бы успокаивая друг друга, что мы, вот как бы, ну, это же политика, искусство реального, мы же должны взвесить за и против, на самом деле мы разрушаем сами себя, мы уничтожаем себя. В тот момент, когда впервые зазвучала эта тема о признании геноцида армян, или даже тогда, когда Франция признала, ничего страшного не случилось, азербайджанцы не стали от этого меньше любить, как бы, французов, тоже не стали меньше стремиться во Францию. Вот если бы тогда мы... Например, Россия, в 96-м году Россия признала геноцид армян. Если бы мы тогда сделали этот шаг, нам бы не пришлось сегодня отмываться. Но завтра мы можем не только не отмыться от этого, мы можем увязнуть здесь, попасть в такое дерьмо. Нашим детям, нашим внукам будет стидно, нам будет стидно им в глаза смотреть. Мне, например, сегодня уже, когда я слышу от представителя армянского народа, которые тоже не всегда ведут себя хорошо по отношению к азербайджанам, мне делают такое замечание, мне становится стидно, и мне нечего сказать. Настоящий народ, который думает о своей будущности нормальной, прежде всего должен строить свою политику на нравственных, общечеловеческих, моральных ценностях. Продолжение следует...